ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В российском правительстве задумались об ужесточении ответственности за пьяное вождение. Конкретные предложения должны быть подготовлены в течение октября. Одна из мер, как ожидается, будет связана с пожизненным лишением прав граждан, которые сели за руль нетрезвыми повторно. Также не исключено, определенные санкции будут предусмотрены в отношении тех, кто на законных основаниях владеет оружием. Некоторые эксперты уже заявили о бесполезности инициативы с пожизненным лишением прав. По их словам, с водительским удостоверением или без, те, у кого трубы горят, все равно будут ездить. ТРАССА 101 АвтоВАЗ предупредил о шестом повышении цен на свою продукцию в этом году. Столько повышений было за весь 2020-й. До нового года еще пара месяцев. Очевидно, Тольяттинский завод готовится побить прошлогодний рекорд. Цены вырастут 18 октября. Окончательные цифры еще обсуждаются. Якобы семейство Веста подорожает на 10 тысяч. Сейчас модель стоит минимум 784 тысячи рублей. Цены на Гранту начинаются от 551 тысячи, на Ларгус – от 769 тысяч. Все это, разумеется, без дилерских наценок. ТРАССА 101 КИА готовится к запуску продаж обновленного СИД. Производство рестайлинговой модели в Калининграде уже стартовало. Автомобиль получит новый полуторалитровый 150-сильный бензиновый турбодвигатель, который работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Среди внешних изменений другие бамперы и решетка радиатора. Информации о стоимости новинки пока нет. Сейчас минимальный ценник СИД – почти полтора миллиона рублей. ТРАССА 101 70% наших соотечественников считают, что машины бывают мужскими и женскими. О результатах социологического исследования сообщило издание «За рулем». По мнению опрошенных, мужской – значит, более крупный и более мощный. Кроме того, есть отличия в цвете и дизайне. Более половины респондентов уверены, что женщины водят автомобиль аккуратнее. ТРАССА 101 Кому сейчас придет в голову купить практически нулевый «Москвич-412», да еще и за 800 тысяч рублей? Именно такой экземпляр продают в Нижнем Новгороде. Как говорится в объявлении, автомобиль 1989 года выпуска три десятка лет простоял в музее под крышей и в тепле. Состояние идеальное. Пробег чуть более 800 километров. По какой причине музейщики решили избавиться от раритета – неизвестно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова